Добрый день, дорогие друзья и гости этого замечательного YouTube канала, который ведет Юлия Руфлорида. С вами сегодня снова Надя Эггерс, я риэлтор в Центральной Флориде, а точнее город Орландо и его пригороды. Сегодня мы находимся в пригороде, который называется Celebration. Celebration в переводе это город-праздник, здесь своя жизнь в этом городе, свои школы, свои магазины, своя почта, свои банки, то есть это как город в городе, можно так сказать. Город просто замечательный, все, кто здесь живет, чувствуют себя, как будто они живут в каком-то праздничном пузыре. Я так скажу, я сама здесь жила 10 лет, я уверена, что я сюда вернусь. Вы сами посмотрите, почему, мы вам покажем вкратце, проедем по городу. Город очень замечательный, школы очень хорошие, сюда очень много людей переезжают из-за школ. Школы именно, они называются Celebration Elementary, Celebration Middle, Celebration High. Десятки-девятки. Десятки-девятки. Celebration High, я бы не сказала, что она десятка, но я знаю много детей, которые туда ходят, мой сын с ними рос с детского сада, школа неплохая, смотря в какую программу вы туда попадаете, но Elementary и Middle, они просто замечательные, то есть если вашему ребенку до 14 лет, здесь просто рай на земле. Очень красиво, нам понравилось. Очень красивый город, вот покажи, вообще на зелень, на эти пальмы, и здесь много дорожек для велосипедных прогулок, для пешеходных прогулок, ну, гольф-корс есть свой. Всё покажем. Вы нас увидите, да, всё покажем. Давайте я вам расскажу про этот дом, который мы сейчас посмотрим. К сожалению, пока мы собирались с Юлей показывать этот дом, он был на рынке, но он ушёл, ушёл буквально за, вот, в день номер один. Представляете? Сразу ушёл за полную цену. Дом был выставлен за миллион пятьсот пятьдесят. В доме пять спален, четыре ванных, пять тысяч сто пятьдесят шесть квадратных фут, что есть четыреста семьдесят девять квадратных метров. Вот велосипедисты тоже проезжают мимо. Извините, отвлеклась. Налог семнадцать тысяч с половиной. Всего ничего? Ну, куда деваться? Ну, естественно, это город, это школы, это квадратные, как бы, футочи, да, вот, то есть здесь очень много факторов по налогам. И что ещё не сказала, Эчуи здесь всего восемьдесят три доллара в месяц. О, за то, что на Эчуи можно сэкономить. Да, можно сэкономить на Эчуи. Давайте пройдём, посмотрим этот дом. Построен он в стиле плантации, plantation style. Вы, наверное, все видели унесённый ветром фильм, да, то есть в таком же стиле построен этот дом. Построен он был в 2001 году. В принципе, не старый дом. Ну, сразу здесь два фронт-порча, если ты видишь, там один. Так, пожалуйста, вот тут вот очень любят сидеть. Очень-очень любят. Да, особенно пожилые. Особенно с бокальчиком вина вечерами. И здесь второй фронт-порч. Давайте посмотрим второй. Я бы тоже посидела. На самом деле это работает. Люди выходят вечерами на фронт-порча и общаются. Сосед проходит мимо, зазывают там на бокальчик вина, общение. Так, здесь у нас такой кридорчик, вход. Красиво так всё. Справа находится такая каминная комната, Ливень Крум. Всё такое, знаете, вот, ну, стиль выдержан. Не то, что заходишь. В стиле плантации, да. Да, да, да. Стиль выдержан. Ну, мне нравится, уютно так, хорошо. Не супер помпезно, как бывает, знаете, с золотыми вензелями, что я вот, например, не люблю. А тут так всё выдержано. Здесь находится Данинова. А вот это, скажите, мебель не входит, да? Мебель нет. Это стейджинговая, опять же-таки? Или это ещё от хозяев? Ты знаешь, вот этого я не могу сказать. Я думаю, это не стейджинг. Нет? Нет. Осталось, может быть, от хозяев перешло по наследству новым покупателям? Ну, смотри, хозяин-то, он ещё в этом доме хозяин, потому что дом только что зашёл под контракт, он ещё не продался. Может быть, это их мебель. Может быть, они попросили какую-то мебель оставить. Я не думаю, что хозяину важна эта мебель, потому что я знаю, у них есть другой дом, который обставлен, а то мебель некуда девать. Вот. Здесь у нас кабинет. Да, по поводу стейджинга я не думаю, я думаю, это хозяйское всё. Здесь кабинет, ну, видите, что такой в рабочем состоянии. Да, всё, значит, точно хозяйское. Хороший кабинет, большой такой. Обратите внимание, здесь у нас опять-таки plantation shutters, это такого вида жалюзи, которые встраиваются, то есть не просто дешёвые, то есть достаточно дорогие. А, классно, мне нравится. Удобно. Так, идём дальше. Здесь мы посмотрели всё. Слева у нас будет спальня. Я думаю, что, наверное, сначала гостиную покажем. Давайте покажем гостиную. Вот она, гостиная. Гостиная и кухня. Слушайте, давайте пройдём сразу на кухню. Она такая в светлых тонах тоже всё. И такой тёмный топ. Это всё, гранит. Такая интересная тоже вытяжка. Вытяжка тоже в стиле соответствующем. Здесь тоже газ. Здесь не натуральный газ. Целебрейшн натурального газа нет. Что здесь делается? Закапываются танкеры такие, да? Как они правильно называются? Газовые, да? Газовые, да. Они вкопаны в землю. У них очень большой объём. То есть приезжает машина и заполняет их пропаном. Пропаном, да? Пропаном. А это вообще как бы кто-то будет спрашивать, не опасно ли? Не было такого, что где-то отчёта взорвалось, да? Я не слышала такого никогда. Естественно, каждый раз, когда компания приезжает заполнять, они делают какую-то свою инспекцию. То есть вы вступаете в контракт с этой компанией, и они следят за safety, как за безопасностью, прежде чем заполнить. Знаете, что мне здесь нравится? Что здесь очень много окон. Я вообще люблю, когда в домах и на кухне, вот посмотрите, только три окна, да? И тут уже такие балконные двери большие. Открытая планировка. Да? Мне это нравится. Так всё светленько, замечательно. Так, пройдём, наверное, в спальню, уже первый этаж закончим. Проходи, пожалуйста. Так, вот она спальня. Начнём со спальни, потом покажем вам туалет и так далее. Удобно, что спальня находится в отдельном крыле. Это мастер-бедром, да? Это мастер. Хозяйская спальня, что значит. Такая большая и, опять же, светлая. Посмотрите, какие большие окна. Они такие высокие. Опять же, всё выдержано в стиле. Очень удобно закрывать. Там вид на бассейн из хозяйской спальни. Посмотрим бассейн попозже. Так, пройдёмте в хозяйскую ванную. О, какая большая. Вау. Вау. Это, как называется, бодуар, где можно причесаться, накраситься, да, для... Трюму. Трюму. Не знаю. Для женщины. По-английски make-up area. Ага. Может быть, даже и не только для женщины. Так, здесь у нас такая ванная, красивая. А люстра-то какая, посмотрите. Вот. Смотрите, биде даже есть. Что очень странно. Вау. Есть биде. Ура. В первый раз я увидела биде. Знаете, владельцы дома, они европейцы. Ага. То есть, это уже о чём-то говорит. Да. В принципе, такая незаменимая часть европейской жизни. Угу. Так. Что у нас здесь? Душевая. Пройдёмте, посмотрим. Классно. Такая комнатка. Угу. Очень удобно. Вот она такая открытая. Совершенно отдельный, да? Да. Вот интересно. Вот мне это тоже нравится. Как всегда, в хозяйской ванной здесь две раковины. Мэ и Жо. А что у нас здесь ещё есть? Гардеробная. Гардеробная. Отлично. Большая гардеробная. Гардеробная, два света. Классно. Два окна. Угу. Даже окно есть, представляете? Вот и для женщины, для мужчины. Вот отдел. Так, ну-ка, посмотрим здесь. Я вижу что-то такое, наверное, для всяких. Пластинчиков. А, вот. Здесь центральное кондиционирование. Ну, это... Угу. Для него, для неё нет. Вот здесь. Я думала, это для полотенец. А, тоже, да. Ну, тоже что-то можно хранить. Не вижу. Там можно сделать полочки. Я тогда не вижу. Он называется linen closet. Где полотенчики хранят? Ну, вот здесь можно хранить полотенчики, если что-то кому-то надо. Так, ну что, идём дальше. Так, проходим дальше. Здесь постирочная. Стиральная и сушильная машины. Да, стиральная и сушильная машины стоят в laundry room. По-английски, а по-русски постирочная, да? Я. Будет. Я не знаю. Я думаю, что нам расскажут, когда мы выставим видео. Нам точно расскажут, как это называется. Вот здесь, видишь, шкафчик для полотенчиков. Ага. Так, вот здесь вот туалет. Это такой, можно сказать, гостевой, да? Это гостевой. И вот ещё. Это тоже показала. Да? Ой, памяти нет. А, что я ещё хотела показать? То, что есть выход к кабинету прямо из спальни. Можно выйти из спальни и можно зайти с обхода. Да, да, да. То есть в кабинете два выхода. И не заблудиться. Два входа. Практически. Ну, давай тогда мы пройдём. Да. Куда пройдём? На второй? Я думаю, что на второй этаж. И как десерт у нас будет балкон. Патио. Патио. Задний двор. Поднимаемся. Поднимаемся. Ой, а мы вот это ещё не показали. Так, мы это не показали. Это такая обеденная зона, да? Такая тоже завтрачная. Это для завтрака. И мы ещё гараж не показали. Мы его покажем. В конце. Столько всего показывать. Ага. Запутаешься. Дом большой. Есть что посмотреть. Так, полы здесь. Я вижу, что деревянные. Это дерево. Это дерево, это не ламинат. Угу. Так, как называется эта зона? Бонусная комната такая, да? Это бонусная комната. Она не очень большая. Но смотрите, здесь библиотека. Ага. То есть на входе они сделали, видимо, из бонусной комнаты, они сделали библиотеку. Ага, для тех, кто много читает. Выход с библиотеки тоже на балкончик. Очень круто. Мебель такая в стиле. Так. Вот он, второй этаж. Выход на фронт-ярд. Встречать гостей можно с этого балкона. Книжки читать. Угу. Так, здесь у нас получается второй свет над каминной зоной. Так, дальше проходим. Вот это вся мебель. Смотрите, она вся деревянная. Никакой фанеры вам. Здесь водонагреватель находится. Да, вот так вот выглядит водонагреватель. И второй кондиционер на второй этаж. Угу. Да. Так все это выглядит. И закрыто красивыми дверками. Вау. Здесь у нас комната игровая, да. Здесь можно кинотеатр сделать, просто игровая комната. Бильярд. И можно посмотреть киношку. Вот я бы эту комнату назвала бонусной. Угу. Да. Классно. Так, здесь у нас гостевая спальня. Проходи. Не буду мешаться. Кое-где здесь на полах, да, получается ковролин. Ковролин, да. Они поменяли ковролин новый. Новый сделали. Ну, для детей почему бы нет. Ковролин, в принципе, тепло, хорошо. Ну, это на вкус. Непроходная зона, да. Так, тут тоже вот окошки. Вот вид из окошка такой на улицу. Что там у нас? Я бы там свет включить. Здесь еще одна спальня. Здесь еще одна спальня. А нет, это, знаете ли, полочки для всякой утвари. А здесь у нас туалет. Туалет? Так. На две спальни. Ага, на две спальни туалет. Вот вторая спальня. Так, вот ванная. Для детей обычно так и делают, да? Две спальни и один туалет. На две спальни. Это вот как будто бы для мальчика. Вот даже кольцо висит. Баскетбольное. Дальше что? Все? Еще две спальни. А, еще две спальни. Ничего себе. Здесь уже, видите, не обставлено, но в принципе все понятно. Здесь что у нас? Гардеробная. Хорошая. И вот еще одна по ходу дела. Да, посмотрите. Еще одна гардеробная. Такого я еще не видела, чтобы было две гардеробных в одной спальне. Да, две гардеробные. Ну, в общем, все тоже. Милые окошки. Проходим дальше. Еще одна спальня. Как я отметила, четыре спальни здесь полных. Четыре полных спальни. Замечательно. Тоже такой вид на соседей. Хороший здесь вид. Немножечко. Это на гольф-корсе. На балкон, да, и на гольф-поле. С озером. А, и тоже по две гардеробных. По две гардеробных? Да. Думаю, мы не будем их открывать. Да. Это персональная вещь. Я уже открывала, ну ладно. Так, а это мы снимали? Это мы не снимали. Это последняя ванная. Тоже, посмотрите, на две раковины здесь. Душевая. Так, вот так вот сделана тоже душевая. Так нравится вот мне такое решение. Конкретно такая комнатка отдельная. И здесь отдельно закрывается туалет. Спускаемся теперь вниз и посмотрим, что у нас на заднем дворе творится. Давай заглянем в гараж. Да, конечно. Гараж должен быть на три машины. На три машины, да. О, люди-то гольфисты, хозяева. Да, конечно. Жить на гольф-поле. И не играть. И быть гольфистом. Это только мы можем. Да, кстати, вы же тоже не живете на гольф-поле. Большой гараж. Можно уместить все, что угодно. Так, это мы здесь уже заходили сюда. Все. Проходим на бассейн. Как раз гольфисты. Ага. О, ничего себе. Представляете? Это 15-я лунка. 15-я лунка этого гольф-корса. Смотри, там играют люди. Так, здесь у нас обеденная зона. Number one. Здесь вот просто посидеть, поболтать и так далее. Обратите внимание, что площадь над бассейном, она закрыта сеткой, чтобы не летела листва в бассейн. Да, вот посмотрите. Вот она так летит. Все. Но все, что вот есть еще просто кусочек земли тоже. То есть они просто накрыли бассейн, но это тоже их земля сбоку. Вот посмотрите, где газончик, это их земля получается. Даже мяч футбольный лежит. Ага. Можно погонять. Да-да-да. Ну так все уютненько. Уютненько, да. Вообще супер. Это называется спа. А это бассейн. Слушай, бассейн такой глубокий. Глубокий. Я вижу, что он глубокий. Мне прям страшно не смотреть. Посмотрите, вода чистая. Видно, что он очень глубокий. Вот зона, где можно позагорать. Солнышко. И здесь тоже. Вот соседи тоже какие симпатичные. И с этой стороны домик. Да, скрин еще также от насекомых. Здесь их не так много, но все-таки они есть. Да, сезонами бывает. Честно говоря, из-за наличия озера, возможно, какие-то... Немножко есть. Может быть, есть комары. Но, как я говорила, я жила в этом городе 10 лет. Переехала только 3 недели назад. Да-да-да. Я ни одного комара не встретила. Но у меня расположение дома было не рядом с озером. Да. То есть здесь комаров не надо. Именно здесь я не могу сказать. Но знаешь почему? У нас едет машинка такая вечерами, которая что-то распрыскивает по улицам. Точно-точно. Для здоровья людей это не опасно, но комаров нет. Это оттугивает мушек всяких. Да. И также из-за того, что селебречи находятся на земле Диснейленда и близость к Диснею, у них тоже есть вот эта какая-то программа, которая они тоже там что-то распрыскивают. По избавлению от мушек. Да. То есть они тоже там что-то впрыскивают воздух, чтобы туристов комары не кусали. Там тоже нет комаров, и это распространяется также на этот город. То есть в принципе, ну, я встретила, может быть, одного-двух комаров. Встретила, поздоровалась, пожелала им удачи. Да, за 10 лет. Так, что мы еще не посмотрели? Или мы посмотрели уже все? Я думаю, что мы все посмотрели. Мы можем пройти, снять, наверное, вокруг дома. Да, мы сейчас снимем вокруг, покажем, что там вокруг. Ну, вот опять-таки хотела вернуться к цене этого дома. Миллион пятьсот пятьдесят. И он ушел в первый же день с рынка. Разбирают, как горячие фрешки? Разбирают. Разбирают, я даже... Все едут во Флориду, с других штатов. У нас тепло, хорошо, и мухи не кусают. Да, так что... А по кредиту мы не можем, да, сказать информацию? Ты знаешь, по кредиту я не могу сказать информацию, потому что это уже будет нестандартный кредит, ипотека. Тот же джамбо он. Это будет или джамбо, или это несколько кредитов взять, или что-то еще наличкой погашать. То есть над этим нужно работать именно с профессионалом, который занимается ипотеками. В этой сфере. Да, в этой сфере. Мы тоже, кстати, попробуем как-нибудь договориться и сделать видео, да, с моргидж-брокером. Было бы полезно, потому что джамбо лоунс, это все, что свыше 540, по-моему, 540 сейчас. До 540 это конвеншнл лоун, который, ну, как бы достаточно легче, намного легче получить, чем джамбо. А под джамбо там уже другие критерии, квалификации и так далее. То есть этот явно дом под конвеншнл не подойдет, так как он свыше 540. Ну, что делать? За наличку велкам? Да, и очень много за наличку покупают. И большие дорогие дома. Так что, пожалуйста, также многие спрашивают, можно ли купить дом, находясь в статусе туриста или даже онлайн. Ну, онлайн мы, конечно, например, с России, да, не приезжая. Мы, конечно, такого не советуем, надо все-таки приехать своими глазами, посмотреть. Но теоретически даже это возможно. И туристам, да, можно купить, вы можете быть в туристическом статусе и купить любой дом, любую недвижимость. Но, к сожалению, это не дает вам никакого статуса, да, и вида на жительство. К сожалению, вот такие сейчас дела. Но купить можете, и это хорошо. Что, машина, что ли, сломалась у вас? Что такое, мамка? Что случилось? А-а-а! Музыка. Музыка. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok